МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 12-м канале час новостей. В студии Денисона. Здравствуйте. Искали матерого преступника, а нашли подростков. Силовики задержали подозреваемых в кровавой расправе над целой семьей из Павлоградского района. В начале было слово. Жители Омска рассказали, каким хотят видеть городской сад. Там все дикое, а гулять там тоже хочется. Какие предложения возьмут на заметку при реконструкции общественного пространства? Повезло так повезло. В развитие левого берега Омска вложат миллиарды рублей. Практически 4 месяца. Постараемся. Жестко. К молодежному чемпионату мира территория вокруг арены преобразится и даст фору столичным пространствам. Изменения ждут и новые жилые микрорайоны. Забросили мяч и ушли на карантин. Новая волна коронавируса захлестнула и омских баскетболисток. Такие матчи уже точно не состоятся. И сахарные деревья. На улицах Омска сказочная красота. Деревья, покрытые инеем, стали главными героями ленты Инстаграма. В массовом убийстве смерти двух взрослых и 10-летнего ребенка-инвалида виновны 14-летняя дочь убитых и ее 17-летний возлюбленный. Сегодня стали известны шокирующие подробности в трагедии села Юрьевка Павлоградского района. В следственном комитете сообщили официальную версию происшествия. Преступники спланировали преступления. Подростки, родители, семиклассницы были против романтических отношений школьников. И Ромеус Джульетте решили взрослым отомстить. Трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу. Силовики установили для убийства. 17-летний школьник взял у знакомого нож для забоя домашних животных. Ночью пробрался в дом подруги с заднего двора. Дверь молодому преступнику открыла подельница. После чего влюбленные убили родителей и 10-летнюю сестру инвалида подозреваемой. На телах жертв силовики насчитали больше 30 ножевых ранений. В живых из семьи остался лишь 6-летний брат подозреваемой. Мальчика несовершеннолетние убийцы пощадили. Изначально дочь пыталась направить силовиков по ложному следу. Играла роль жертвы и даже помогла составить фоторобот несуществующего преступника. Однако следователи обратили внимание. Подростки путаются в показаниях. Через сутки на допросе подозреваемые все же признались содеянным. Молодого человека выдал выброшенный в сугроб нож, орудие убийства и спрятанная кровавленная одежда. Оба сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается. Центр города для спокойных прогулок и тихого отдыха. В мэрии решили спросить у амичей, каким они хотят видеть городской сад. Благоустройство общественного пространства перед Тюзом стало главной темой общественных слушаний. Заново обустроить предстоит участок в 10 гектаров в историческом центре. Рядом с Никольским собором, Тюзом, Краеведческим музеем и областной филармонией. Как выяснилось, горожане хотят видеть здесь сквер с ландшафтным дизайном, пешеходными дорожками, современной системой освещения, экзотичными видами деревьев, кустарников и цветов. Прозвучали предложения обустроить детские площадки. Там явная нехватка скамеек и организованных пешеходных тропинок. То есть есть очень хорошая часть вокруг Никольского собора, а вот та часть, которая за Тюзом и возле музея, там все дикое, а гулять там тоже хочется, потому что это очень интересные места с большой историей. И если бы там были скамейки, были какие-то организованные пешеходные пространства, я бы, допустим, с радостью там ходил и проводил там время. В пакет предложений включили строительство стационарного пункта для сотрудников полиции, которые будут наблюдать за порядком и не разрешать шумным компаниям мешать отдыху посетителей городского сада. Священнослужители настаивают на том, чтобы территорию обнести оградой, которая будет подчеркивать историческое значение центра. В планах и возведение экопарковки для гостей парка сейчас все варианты будут прорабатывать проектировщики. У нас здесь есть места, где мы можем спокойно отдохнуть в центре города. И есть и места, где мамы могут провести время со своими детьми. То есть это какие-то детские площадки для отдыха. Какими они будут, мы узнаем в течение проекта. Мы понимаем, что это у нас должны быть красивые ландшафтные композиции здесь предусмотрены. В развитие Омского левобережья инвестируют миллиарды рублей. Губернатор Александр Бурков лично проверил, как идет реализация проектов по развитию инфраструктуры на Левом берегу. Особое внимание глава региона уделил строительству дороги дублера улицы Лукашевича, а также благоустройству территории у арены Омск. Все работы необходимо завершить до старта молодежного чемпионата мира по хоккею. Времени осталось не так уж много. Успеют ли строители к дедлайну и придется ли амичам стоять в очередных автомобильных пробках из-за дорожных работ? Екатерина Булычевская расскажет. К молодежному чемпионату мира по хоккею в Омске растет не только новая арена, но и количество проектов по благоустройству левобережных территорий. Один из самых амбициозных – капитальный ремонт дублера Лукашевича. Это сейчас нагрузка на дорогу минимальна. Здесь проезжает около 5000 машин в сутки, то есть примерно 200 в час. Но когда начнутся международные соревнования, автомобилей будет в разы больше. Поэтому решено проезжую часть расширить до четырех полос. И, как говорят специалисты, если все работы пройдут по плану, этот скромный дублер превратится в магистраль под стать улицы Комарова и сможет принимать уже не 5000 машин в сутки, а 13. Идею уже перенесли на бумагу. Презентацию показали губернатору. В выходные Александр Бурков лично побывал на объекте вместе с мэром Сергеем Шелестом. Проект масштабный и комплексный. Подрядчики обустроят не только дополнительные полосы для движения автомобилей, но и прогулочные тротуары для пешеходов. Для любителей экотранспорта предусмотрят велодорожки. Освещение тоже заменят. Вдоль трассы появятся новые энергосберегающие фонари. Не забыли проектировщики и про парковки. Действующая на время чемпионата станет стоянкой для автобусов и шаттлов. Транспорту, перевозящему спортсменов, не придется биться за место под солнцем с легковыми автомобилями болельщиков. Для личных машин обустроят новую парковку на 400 мест рядом с подземным переходом. Глава региона интересуется, успеет ли подрядчик выполнить все задачи до того, как будет сдана арена. Фактически 4 месяца. Постараемся. Жестко будет. Губернатор отмечает, благоустройство должно быть комплексным. Территории преображаются не только ради грядущего чемпионата, прежде всего для самих жителей. По словам Александра Буркова, строить нужно капитально и надолго. Кроме собственной ремонта дороги, в проекте предусмотрено и создание парка. Сергей Николаевич, важно, что увязать будет нам единое целое всех разных застройщиков. Чтобы подрядчики, чтобы было в общем и целым. Чтобы не было такого. Здесь мы пуговки пришили, претензий нет. Нет, такого не будет. Объект важный. Достаточно сложный, с учетом того, что освещение и благоустройство. Все в комплексе. Здесь нужно будет держать руку на пульсе. Комплексные подходы к новым жилым микрорайонам. Параллельно с высотками строят социальные объекты, школы и детские сады. Еще один появится в прибрежном. Его возведение тоже на личном контроле губернатора. Подрядчики докладывают, детсад готов почти на 60%. Уже завершен монтаж теплового контура, то есть полностью собран каркас, забетонированы перегородки. Это та самая стадия, когда даже в случае экстренной остановки стройки ущерба не будет. Но останавливаться никто не собирается. На очереди крыша и отделочные работы. Сдать объекты должны в июне, а уже в сентябре детсад примет малышей. Здесь будет 4 группы до 3 лет. Это я сильнее. Я сильнее? Да. Другие группы уже до 7 лет. В настоящий момент мы потребность подтверждаем. Рядом садики 341 и 127 переполнены ребятишками. Полностью все? Да, полностью укомплектованы. А здесь сколько мы заявок собрали уже? Более 400. Здесь 260 мест? 260 мест. Уже 400 заявок, да? Губернатор дает поручение. Нужно в ближайшее время спроектировать еще несколько детсадов и найти деньги на их строительство. Чтобы у нас не было такого, как сегодня, допустим, в микрорайоне Серебряный берег, где построено много жилья, все продано, а детей некуда везти. Ни в детские сады, ни в школы. И мы постоянно, и администрация города, и правительство области получают обращение граждан. Ждет жителей Левобережья изменение маршрутной сети. Сейчас рассматривается возможность проложить по новым микрорайонам троллейбусные линии. Дешево и экологично. В ближайшие пару лет построят контактные сети и тяговые подстанции, а также отремонтируют троллейбусное депо на улице Ватутина. Очень сжатые сроки, но большие деньги, которые сегодня выделило правительство Российской Федерации. Спасибо и президенту Владимиру Владимировичу Путину, который предусмотрел действительно большую сумму средств на инфраструктурное кредитование для регионов нашей страны. Мы взяли на себя большие обязательства, это 3,9 миллиарда рублей, которые мы направляем на развитие левого берега города Омска. Ремонт дублера Лукашевича это только первый этап. На время работ стартуют они в апреле. Дорогу частично или даже полностью перекроют. Сейчас в администрации разрабатывают схемы объезда. Омичей призывают немного потерпеть, тем более, что строители постараются максимально эффективно развести транспортные потоки, чтобы избежать дорожного коллапса. Екатерина Булучевская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Стало известно, когда наступит пик пятой волны коронавируса. По мнению медиков, омикрон нанесет самый мощный удар в середине февраля. Тогда на всероссийском уровне цифры заражений могут стать шестизначными. Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что количество заражений в сутки может составить 100 тысяч человек. Вероятно, Омск не станет исключением. Уже сейчас фиксируют рост заболеваемости, причем в геометрической прогрессии. В день уже регистрируют больше 500 заболевших, хотя еще пару недель назад таких было в два раза меньше. Опасность ценового штамма в скорости распространения. Омикрон в четыре раза быстрее, чем дельта. При этом инкубационный период сократился до 2-5 дней. Первыми под угрозу заражения попадают непривитые. Риск заболеть ковидом у них в 10-8 раз выше, чем у вакцинированных. Сейчас главное, говорят врачи, соблюдать меры безопасности, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и помнить про социальную дистанцию. Коронавирус продолжает менять планы спортсменов. Положительные тесты у нескольких игроков баскетбольного клуба «Нефтяник». Поэтому ближайшие домашние игры нашей команды в рамках первого дивизиона Суперлиги отменены. Пока речь идет о матчах 28 и 29 января. В эти дни омская команда должна была сыграть на своем паркете с «Казаночкой». 1 и 2 февраля со Ставропольчанкой. О новых датах проведения матчей сообщат позднее. Два разгрома на Омском льду. Омские ястребы и крылья по-разному провели свои воскресные матчи в Хоккейной академии «Авангард». Молодежка не испытала особых проблем с аутсайдером сезона, тюменским легионом, разгромив соперника 5-0. Минимальное преимущество хозяев держалось вплоть до начала третьего периода. Ястребы взвинтили темпо, тюменцы, игравшие в три пятерки весь матч, выдохлись и перестали успевать за соперником. Амичи довели дело до победы и продолжили борьбу за первые места Востока. В отличие от молодежки, омские крылья, еще не утратившие шансов на плей-офф, сами попали под раздачу и были биты петербургским «Динамо» со счетом 1-7. Амичи вновь подтвердили статус одной из худших команд ВХЛ по меньшинству, пропустив три шайбы при игре 5 на 4 в пользу соперника и потерпели четвертое поражение подряд. Отставание от зоны плей-офф на сегодняшний день составляет 9 очков и столько же матчей есть у крыльев в активе, чтобы попробовать забраться на 16 место. Между тем, Федерация хоккея России опубликовала окончательный состав сборной России по хоккею на 2024 зимние Олимпийские игры. Наибольшее представительство получил столичный ЦСКА. Семь человек от «Авангарда» в сборную попали три хоккеиста. Форварды Кирилл Семенов и Арсений Грицюк, а также защитник Дамир Шеребзянов. Еще один игрок обороны Семен Чистяков в качестве запасного. Предстоящая Олимпиада в Пекине станет самой представительной для «Авангарда» за всю историю. В разных сборнах сыграют сразу шесть ястребов. В сборную Чехии вызван Шимон Грубец, за словаков сыграет Петер Цигларик, а в форме сборной Финляндии на Олимпийский лед выйдет Вилли Пока. Первый хоккейный матч в Пекине запланирован на 9 февраля. В нем россияне сразятся с командой Швейцарии. С большой благодарностью и уважением в Тарии с Днем образования поздравили учительницу русского языка и литературы. Труженица тыла Валентина Лебедева в этом году отмечает 100-летний юбилей. День образования – новый праздник. Эту дату очередили лишь в 2018-м, чтобы привлечь внимание общественности к важности процесса обучения и воспитания. И все эти качества на протяжении всей своей профессиональной деятельности принесла и Валентина Лебедева. Самое главное, что я запомнила из моих ранних молодых лет – это дружбу людей. Дружбу. Бедно жили, но так дружно и весело. В первом классе я пошла в первый класс, я уже читала и таблету умножения знала. Потому что я родилась третья, два брата впереди, они учились, учили. И я вместе с ними, я звук урана выучила на четвертом году. Секрет долголетия Валентина Сергеевна не скрывает. Рекомендует заботиться о своем здоровье, вовремя есть и не забывать трудиться. Даже сейчас ее день строго расписан. Несмотря на то, что плохо видит, продолжает шить. Сама чинит одежду и перешивает пуговицы. Охотно делится и воспоминаниями о том, как пережила Великую Отечественную. Признается, сама в юности любила слушать пожилых людей. Мудрость уверенно накапливается с годами. Красотой зимнего города делятся мечи в соцсетях. Морозная безветренная погода превратила уличные пейзажи в настоящее произведение искусства. Из-за циклона, который принес ледяные воздушные массы, город покрылся искрящимся инеем. Деревья словно в сахаре. Тем, кто еще не успел сделать эффектные кадры, можно смело отправляться на улицу. Несмотря на низкую температуру, ветра почти нет, так что гулять комфортно. Отмечу, холода пришли в Омск надолго. До следующей недели температура в среднем будет держаться на отметке минус 15 градусов. Потепление, судя по прогнозам, наступит только в следующем месяце. 1 февраля днем столбики термометров поднимутся до минус 8. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Автоцентр Барс Автоэксперт. Более 200 автомобилей в наличии по сниженным ценам. Вторая кольцевая 34. Телефон 91 90 91. Надежная имплантация зубов в семейной стоматологии. Телефон 45 06 05. В Новый год с новой обувью. На ярмарке белорусских производителей готовы удивить омичей. В ассортименте большой выбор женских и мужских моделей. Комфортно будет любым ногам. Порадует и цветовая гамма. В наличии черные, белые, коричневые и даже вишневые оттенки. Освежить образ может даже самый привередливый покупатель. Для этого на ярмарку привезли новую коллекцию. Подробности далее. С заботой об омичах. На ярмарке белорусской обуви новое поступление. Каждая модель не только удобная. Специальная стелька не даст подскользнуться. А натуральная кожа защитит от влаги. Здесь не только обувь для возрастных, таких как я. Но и можно подобрать для молодежи. У кого проблемные ноги, у кого они болят. Так что можно сюда прийти смело. И что-нибудь такое интересное себе подобрать. Выбрала себе две пары обуви. Очень легкая. И мой любимый вишневый цвет. Легкие, очень удобные. Не оставит равнодушными широкий размерный ряд. Мужская обувь до 49-го, женская до 44-го. Так зимний образ заиграет новыми красками. В нашей ярмарке представлен широкий выбор женской и мужской обуви. А главная ее особенность – это лечебный эффект. Она снимает нагрузку с позвоночника, а также ортопедические стельки, в которых люди чувствуют себя комфортно. Ярмарка белорусской обуви работает на втором этаже Дворца культуры имени Малунцева по 22 января включительно. Здесь же можно освежить зимний образ на выставке курток и пуховиков. Ожидается и новое поступление. Мед свежего урожая с лучших пасек страны в Омске. Новые виды полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке меда омичам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция – при покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Лучшие пчеловоды страны привезли в наш город десятки видов вкусного и полезного лакомства. Здесь каждый сможет найти продукт для себя. Помимо уже полюбившихся омичам традиционных сортов – липовый, цветочный и разнотравья – покупателям предлагают и мед с добавлением натуральных фруктов и ягод. Кроме того, на ярмарке множество видов целебного меда с добавлением пчелопродуктов. На ярмарке представлен большой сортирмент меда свежего и, конечно же, пчелопродукция. Из новинок хотелось бы рассказать о восковой моле. Это самый лучший мед против бронхолегочных заболеваний, особенно сейчас, в такие непростые времена. Это лучше всего поддерживает организм, иммунитет. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда – килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство свежего урожая. А мечи могут сразу на трех площадках. Выставка продажи меда проводится с 21 по 28 января в торговом доме «Корона» остановка ДК имени Баранова, в экспоцентре остановка «Континент», а также в ДК имени Малунцева. Спонсор прогноза погоды ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов» – мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 25 января, в Омске пасмурно. Температура воздуха ночью минус 16-18, днем 18-20 градусов мороза. В районах пасмурно возможен снег, ночью минус 11-12, дневная температура 10-15 холода. Ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Распродажа меда с 14 января по 13 февраля. Большой ассортимент натурального меда с пиргой и восковой молью, цветочный, маточное молочко. Акция при покупке одного килограмма меда, второй килограмм цветочного меда. В подарок ТД «Корона», остановка ДК «Бараново», экспо-форум, остановка ТРЦ «Континент» и ДК «Малунцево». К этому часу это все новости. Следующий выпуск не пропустите в 17 часов.